Зубропитомник на территории Мордовского заповедника был уже в 1956 году. Это был экспериментальный проект, в рамках которого сотрудники выращивали молодых привезенных особей. В 2005-м последние 9 животных совсем ушли с территории заповедника. Через 14 лет в 2019 году стартовали мероприятия в рамках национального проекта «Экология» и программы по сохранению зубров в Мордовском заповеднике. Сюда привезли 16 животных Сокского заповедника и Мурмского заказника. Сейчас насчитывается уже 30 голов. Тех зубров, которых привезли из питомника, из Окского и Приокско-Террасного, они знакомы с людьми, они знают, кто такие люди, практически не агрессивны к людям. Могут выходить к нам также в поселок. На примере самого старого зубра – это зубр Меграй, который к нам выходит второй год уже в поселок и поедает наши плоды. После того, как зубров привозят из питомников, их помещают в закон на месячный карантин, чтобы животные могли адаптироваться к местным условиям и еде. В этот период за ними наблюдают ветеринары и сотрудники Мордовского заповедника. А после выпуска в общее стадо за особями наблюдает отдел охраны. Зубры – особо охраняемый вид. Они играют важную роль в биологической цепочке. Разносят семена растений на большие расстояния. В природе зубры ходят небольшими стадами – по 10-15 голов. Во главе стада – взрослая самка. Зубры – травоядные животные. Питаются кустарниками, растениями. Поэтому зимой им выживать намного тяжелее. С ноября по март сотрудники Мордовского заповедника организуют им подкормочные площадки. И сейчас запускают ежегодную акцию «Подкорми зубра». Зубры – достаточно крупные животные. То есть у нас самый, например, старый самец. Он весит около тонны. То есть достаточно большой. Чтобы прокормить его своими силами, это достаточно трудно. А когда таких 30 голов, особенно есть кормящие коровы, необходима помощь от, грубо говоря, простых жителей. Помочь зубрам можно различными овощами, фруктами или зерном. В дар примут тыкву, морковь, свеклу, капусту, кабачки, яблоки. Также можно перевести деньги на специальный целевой счет по QR-коду, который можно найти в группе ВКонтакте «Заповедная Мордовия». В городе Саранске у нас есть офис «Кронокрасный 30». Можно туда обратиться. Если вы живете с другой стороны Мордовии, то можно в Национальный парк Смольный привезти. Тоже у нас есть там пункт сбора. Всех благотворителей отметят благодарственными письмами. Если у вас остались вопросы по акции, обращайтесь по телефону. 8 937 518 88 42.